Большинство людей помнят имена печально известных серийных убийц. Тед Банди, Джеффри Даммер, Джон Уэйн Гейси. Эти имена и многие другие невольно закрепились в нашей коллективной психике, их преступления слишком ужасны, чтобы их игнорировать. Тем не менее, очень немногие помнят имена жертв этих порочных лиц, возможно потому что большинство из них не выжили, чтобы рассказать свою историю. Тем не менее, в некоторых случаях есть и те, кому посчастливилось избежать тисков безумия. В этом видео мы расскажем вам истории 10 людей, чудом выживших после нападения серийных маньяков. Их рассказы служат уроками выживания, из которых мы все можем извлечь полезную информацию, уроками, которые вполне могут спасти жизнь. Приятного просмотра. 19-летняя незамужняя Мария Веричева, находившаяся на третьем месяце беременности, работала продавщицей на момент встречи с одним из самых печально известных российских серийных убийц, Александром Пичушкиным, также известным как убийца с шахматной доской или битцевский маньяк. Она была новичком на этой работе, куда ее устроил ее парень, который также был отцом ее ребенка. Ранее в тот день они поссорились, и затем она стояла в расстроенных чувствах на станции метро в Москве. Пичушкин шпионил за Марией и, заметив ее очевидное состояние отчаяния, завязал с ней разговор. Чувствуя безысходность и одиночество, Мария была рада компании. Услышав о ее положении, Пичушкин предложил ей шанс заработать немного дополнительных денег, сказав ей, что он спрятал несколько украденных фотоаппаратов в колодце в соседнем битцевском парке, и что он даст ей несколько из них на продажу. Несмотря на то, что это было поздно вечером, Мария, не зная, будет ли ее еще ждать работа, когда она придет в магазин следующим утром, согласилась пойти с ним, чтобы получить фотоаппараты. Когда они прибыли на место, Пичушкин поднял крышку с колодца и сказал ей заглянуть внутрь. Когда она это сделала, он быстро взял ее на руки и бросил ее внутрь. Она прижалась к стенам колодца, чтобы избежать падения, но Пичушкин схватил ее за голову и несколько раз ударил ею о стенку колодца. Ей пришлось убрать руки и упасть. Последнее, что она услышала, было то, как ее убийца прокричал «Прими там ванну». Затем она упала в темноту. Она пролетела вниз более 9 метров, прежде чем приземлиться в сточные воды глубиной по колено, которые быстро стекали в сточную трубу. Ее поймало течением, и только быстро сняв куртку и сапоги, ей удалось поместить свои руки и ноги по сторонам канализации и остановить свой дальнейший спуск. Если бы она этого не сделала, она бы достигла конца водосточной трубы в секции, которая была полностью заполнена водой и утонула бы. К счастью, она остановилась рядом с другим колодцем, на который выходила водосточная труба, и сумела подняться на вершину. Но обнаружила, что она была слишком слаба, чтобы откинуть крышку колодца над собой. К счастью, проходившая мимо женщина услышала ее крики о помощи и увидела, как крышка колодца немного приподнялась, поскольку Мария попыталась ее открыть. И женщина побежала сообщить об этом двум сотрудникам охраны. Они подняли крышку колодца и вытащили Марию в безопасное место. Невероятно, но полиция отказалась расследовать инцидент и заставила Марию подписать заявление о том, что она упала в колодец сама. Ее пригласили на опознание атаковавшего ее человека намного позже, когда он был наконец задержан по подозрению в 48 убийствах. Если бы полиция сделала свою работу в первый раз, много жизней могло бы быть спасено. Молодая Уитни Беннет не могла знать, что то, что она оставила окна своей спальни открытыми, прежде чем лечь спать в ночь на 4 июля 1985 года, приведет к тому, что она подвергнется жестокому нападению. Эта невинная ошибка привела ее к ночи кромешного ужаса и страданиям на протяжении всей жизни. В ту ночь Ричард Рамирес, также известный как ночной бродяга, прополз через окно ее спальни и жестоко избил ее монтировкой, прежде чем разгромить ее комнату и забрать все ценные вещи. Единственное, за что молодая девушка могла быть благодарной, так это за то, что первые несколько ударов быстро лишили ее сознания, хотя следы удушения, которые были найдены у нее на шее после нападения, указали на то, что удача действительно была на ее стороне в ту ночь. Через две ночи Рамирес совершил почти идентичное нападение на другую женщину, Джойс Нельсон, в ее доме. На этот раз нападение было фатальным. Место преступления, которое Рамирес оставил после себя, было сплошь покрыто кровью Уитни, и его кровавый отпечаток обуви был найден на ее одеяле. Он также небрежно оставил монтировку на полу ее спальни. Что касается Уитни Беннет, она пожизненно осталась со шрамом от нападения, и ей пришлось пройти обширную косметическую операцию. Именно ее показания помогли осудить Рамиреса за совершенные им преступления во время слушания его дела и обеспечили то, что он получил смертный приговор. В конце концов, он умер в тюрьме от естественных причин в возрасте 53 лет до приведения смертного приговора в исполнении. После 40 лет молчания, Ронда Уильямс решила, что с нее хватит и, наконец, набралась смелости, чтобы рассказать о своем ужасном знакомстве с одним из самых печально известных серийных убийц Хьюстона. Дин Корл и его младший сообщник Элмер Уэйн Хенли были виновны в убийствах 29 молодых мальчиков, которые были заманены в лапы Корла с целью удовлетворения его садистских сексуальных потребностей. Ронда Уильямс подружилась с Хенли в подростковом возрасте и думала, что Хенли был кем-то, кому она могла доверять. Выросшая в атмосфере серьезных избиений и пренебрежения, она часто сносила побои своего отца-алкоголика и даже неоднократно подвергалась изнасилованию в младенчестве. В августе 1973 года она еще раз доверилась Хенли, когда он прокрался в окно ее спальни, чтобы помочь ей избежать еще одного эпизода насилия от рук ее отца. Вместе они выползли из дома. Другой мальчик Тим Керли ждал их в машине и они втроем поехали туда, где Уильямс думала, что она будет в безопасности. Если бы она знала истинные мотивы Хенли, она, конечно, не позволила бы ему спасти себя. Все трое прибыли в дом Корла, где они веселились, пока не отключились. Уильямс проснулась и увидела картину невообразимого ужаса. Она и еще двое мальчиков были связаны по рукам и ногам. Корл начал избивать ее ногами и кричать на нее, чтобы она проснулась. Затем он и Хенли взяли двух других пленников в другую комнату и прикрепили их обоих к устройству, которое по внешним признакам напоминало плаху для пыток. Наивно она до сих пор полагала, что Хенли не позволит причинить ей вред, даже когда она услышала крики своих товарищей по плену. Ее доверие было окончательно сломлено, когда Хенли сказал ей, что ему придется застрелить ее до того, как испытание будет закончено. Тем не менее, что-то внутри Хенли наконец сломалось, и вместо этого он повернул оружие на Корла и застрелил его, спася жизни всех пленных. Затем Хенли потянулся к телефону и позвонил в полицию. Уильямс пережила свою ночь ужасов благодаря совести своего друга, и хотя он был посажен в тюрьму на короткое время, она с тех пор дала ему обещание молчать о своем испытании и решилась рассказать об этом публично лишь четыре десятилетия спустя. Хенли по-прежнему находится в тюрьме за свою роль в заманивании жертв Корла, но он поддерживает общение с Уильямс и по сей день. Роберт Блэк был осужденным убийцей детей и педофилом, который убил четырех молодых жертв в Шотландии в период между 1970-ми и 1990-ми годами. Тереза Торнхилл была одной из немногих известных людей, которые остались в живых после его атак. Теплым апрельским днем 1988 года 15-летняя Тереза шла домой, когда она попалась на глаза Блэку, сидевшему в фургоне, припаркованном неподалеку от ее дома. Притворившись, что у него проблема с машиной, мужчина вышел из задней части своего фургона и спросил молодую девушку, разбиралась ли она в двигателях. Когда она подошла к машине, он схватил ее и закрыл одной рукой ей рот, прижал ее руки к бокам и попытался втащить ее в свой фургон через заднюю дверь. Она закричала и укусила его за руку, заставив его уронить ее, в то время ее друг, живший по соседству, услышав крик девушки, прибежал на помощь, тем самым спугнув Блэка. После этого пугающего происшествия, она побежала к себе домой и ее родители вызвали полицию. Но было уже слишком поздно, Блэк уже исчез. Прошло два года и молодая девушка оставалась травмированной произошедшим, она почти никогда не выходила на улицу. Она была одним из свидетелей, которые дали показания против него на суде, где он был признан виновным в трех убийствах и ее похищении, получив пожизненный срок за свои преступления. В то время как Блэк все еще находился в тюрьме, он был признан виновным в убийстве своей четвертой жертвы – девятилетней девочки. По сей день полиция продолжает расследование его дела и подозревает его в совершении многих других убийств. Одиннадцатилетняя Тали Шапира не любила ездить в автобусе, поэтому почти каждый день она шла в школу из своего дома в Западном Голливуде. В одно сентябрьское утро 1969 года решение маленькой девочки пройти короткое расстояние к своей школе оказалось ужасной ошибкой. В то утро, когда Тали по пути в школу спускалась по бульвару Сансет, Родни Алкало подъехал к ней в своем автомобиле и спросил ее, хочет ли она прокатиться. Она отказалась, сказав, что ей не разрешено разговаривать с незнакомыми людьми. Он заверил ее в том, что он знал ее семью и сказал ей, что у него была красивая фотография, которую он хотел ей показать. Хотя Тали и была насторожена, она подошла к его автомобилю. Это последнее, что она помнит о том дне. К счастью, в этот момент, проходящий мимо человек увидел, как произошло похищение, и вызвал полицию. Когда полиция прибыла к его двери, Алкало пытался удержать их от вхождения в его дом, утверждая, что он был в душе, заставив полицейских выломать дверь. Алкало сбежал через заднюю дверь, после чего сотрудники полиции обнаружили маленькую Тали на полу его квартиры в состоянии полусмерти, с металлическим прутом, замотанным вокруг ее шеи, как будто Алкало только что прижимал ее к полу, когда они прибыли. Было также установлено, что маленькая девочка подверглась сексуальному насилию. Она была доставлена в больницу и, к счастью, пережила это нападение. Как и многие отважные жертвы, которые давали показания в этом списке, Тали Шапира позже дала показания против своего нападавшего, чем и помогла осудить его. Он был приговорен к смертной казни за это и многие другие преступления, в том числе убийство четырех других жертв. 29 марта 1984 года жительница Калифорнии Роуз Стюарт была разбужена злоумышленником, приставившим нож к ее шее. В течение следующих пяти часов она была неоднократно изнасилована и избита им, потеряв сознание дважды во время нападения. Ей удалось пережить это нападение, притворившись, что ей нравится нападавший. Она даже зашла настолько далеко, что поцеловала его. В результате чего он ушел, не отняв у нее жизнь. Когда ее кошмар наконец закончился, она сразу же обратилась за помощью к соседу, который связался с полицией. В течение следующих 18 дней Картер изнасиловал и удушил пять других женщин в Калифорнии. Но именно показания Стюарт помогли прокурорам гарантировать то, что он получит смертную казнь за свои преступления. Несмотря на то, что у Роуз Стюарт есть все основания для того, чтобы ненавидеть Дина Картера. Она активно участвует в компании за то, чтобы спасти его от смертной казни, за ее изнасилование и убийство пяти других людей. Пока Картер сидел в камере смертников в ожидании своей участи, сама Стюарт была активным участником движения против смертной казни, поддерживая то, что в Калифорнии известно как предложение 34, которое заключается в том, чтобы заменить все смертные приговоры пожизненными сроками заключения без права досрочного освобождения. Некоторые из семей других его жертв по вполне понятным причинам были в шоке от ее решения. Это заставило Стюарт разрываться между своей верой в то, что в любом случае смертная казнь является неправильным решением и своим личным пониманием боли других жертв этого человека. В то время как Брайан Хартнелл посещал занятия в университете Pacific Union в Сан-Франциско в конце 1960-х годов, он понятия не имел, что его светлое будущее навсегда будет травмировано одним ужасающим днем. В тот день Брайан со своей подругой Сесилией Шепард поехал к живописному озеру в отдаленной части города, где пара припарковала свой автомобиль и планировала провести этот день в уединении. Без их ведома неизвестный человек, который позже был окрещен Зодиаком, имел на них другие планы. В то время как они находились в машине, к паре подошел неизвестный мужчина, одетый в черный капюшон и рубашку с белыми крестиками на лицевой части и под дулом пистолета заставил их выйти из машины. После того, как он принудил их лечь на землю, он начал наносить им многократные удары ножом. Затем он просто исчез, оставив молодых людей умирать. Сесилия потом смогла предоставить описание убийце, прежде чем она умерла в больнице. Однако Брайан не видел его лица и таким образом оставался раздосадованным, не зная, кем был человек, который лишил жизни ту, которую он любил. К счастью, время исцелило раны Брайана не только физически, но и эмоционально. Позже он стал официальным адвокатом, женился и обзавелся своей собственной семьей. Убийца Зодиак остается неопознанным и по сей день, а совершенные им преступления остаются одной из самых давних преступных тайн 20 века. В 1966 году серийный маньяк Ричард Спек изнасиловал и убил восемь студенток-медсестер, ворвавшись в чикагский Тунхаус, находившийся неподалеку от местного колледжа. Студентка Корасона Мурао, открывшая ему дверь, неосознанно впустила жестокого серийного убийцу Ричарда Спека в свою жизнь и жизнь своих соседок по комнате. Она также была единственной, кому удалось пережить ту страшную ночь. Держа в руке пистолет, Спек ворвался в дом и загнал девушек в общую комнату. Он нарезал несколько простыней на самодельные веревки и туго связал их всех. Сначала он не вредил женщинам, сказав им, что он просто хотел взять немного денег и что он оставит их в покое. Тем не менее, через некоторое время Спек приступил к изнасилованию, нанесению ударов ножом и уродованию одной девушки за другой, пока Корасон, охваченная страхом, не спряталась под кроватями в комнате. В какой-то момент он насиловал одну из ее подруг на кровати прямо над ней. Нападения продолжались в течение почти шести часов, и Корасон не осмеливалась даже пикнуть все это время. Наконец, примерно в пять часов утра все было кончено. В связи с тем, что на момент нападения Спек находился в состоянии сильного опьянения, он видимо забыл о девушке и вышел из квартиры после того, как подумал, что его работа была закончена. Она сбежала с места бойни через окно спальни после его ухода и начала звать на помощь. Ее крики были услышаны соседями, и ее кошмар подошел к концу. В связи с подавляющим количеством вещественных доказательств, которые Спек оставил на месте происшествия, а также благодаря тому, что на него уже было заведено обширное досье судимости, он был вскоре пойман после того, как он зарегистрировался в местной больнице после попытки самоубийства. Он перерезал себе вены, узнав, что он оставил Корасон в живых. И врач в больнице узнал его из газетных отчетов и связался с полицией. Девять месяцев спустя суду присяжных потребовалось всего 49 минут обсуждения, чтобы приговорить его к электрическому стулу. Их приговор был позже отменен Верховным судом в 1972 году, и ему дали 8 последовательных сроков от 50 до 150 лет. Он умер в тюрьме, так и не показав никакого раскаяния за свои преступления. Ларри Флинт известен как откровенный и яркий издатель журнала «Хаслер» и создатель бизнес-империи. Он также известен по тому факту, что его едва не убил человек по имени Джозеф Пол Франклин в попытке убийства, которое оставило Флинта парализованным от пояса и ниже, когда в него попали две пули из мощной винтовки Франклина. Тем не менее, многие не знают о том, что нападавший на Флинта человек был серийным убийцей, которого судили и признали виновным в совершении восьми убийств на территории Соединенных Штатов в период с 1977 по 1980 год, хотя он утверждал, что убил еще десяток в попытке начать войну раз в стране. Франклин, который был членом Кук-Лукс-клана, говорил о том, что он находится в состоянии войны. Флинт был прямым нарушением религиозных убеждений Франклина и его моральной позиции против порнографии, в частности межрасовых изображений, которые фигурировали в журнале «Хаслер» в то время. Поэтому 6 марта 1978 года Флинт и его адвокат были расстреляны Франклином, который признался в совершении нападения в тюрьме после вынесения приговора за другое убийство, за которое он получил смертный приговор. Несмотря на то, что Ларри Флинт, который страдал от постоянной боли, мог по понятным причинам желать нападавшему смерти, он на самом деле лоббировал приговор Франклина, чтобы его заменили пожизненным заключением в связи с его позицией по отношению к самой смертной казни. Цитируя его слова, «За все годы с момента стрельбы я никогда не встречался лицом к лицу с Франклином. Мне очень хотелось бы провести час в комнате с ним и парой кусачек и плоскогубцев, чтобы я мог нанести ему такие же увечья, как те, что он нанес мне. Но я не хочу убить его, и я не хочу видеть, как он умирает. Я просто не думаю, что правительство должно убивать людей. И я думаю, наказание в виде запирания кого-то в клетке размером 3х6 намного хуже, чем если вы просто отнимете у него жизнь за несколько секунд при помощи смертельной инъекции». Несмотря на все усилия Флинта, Джозеф Франклин был казнен в ноябре 2013 года. Однажды дождливой ночью 1982 года Ребекка Гарди путешествовала автостопом по Тихоокеанскому Южному шоссе. В ту ночь был сильный дождь, поэтому она решила добраться домой на любом проезжавшем мимо автомобиле. Человек, который в конечном итоге остановился и предложил ей поездку, казался таким же обычным, как пикап, который он вел. Поэтому Ребекка с радостью приняла его предложение. Во время поездки она предложила ему оральные ласки в обмен на 20 долларов. В качестве меры предосторожности она попросила посмотреть его паспорт, на что он согласился. Это успокоило ее немного, так как он по крайней мере не был полицейским. Они припарковались на стоянке трейлеров, недалеко от леса, и мужчина предложил, чтобы они пошли в лес для того, чтобы уединиться. После того, как они достигли места, которое было относительно уединенным, Ребекка принялась за дело, но через несколько секунд почувствовала, что водитель начал ее душить, схватив за горло. Она оттолкнула мужчину, который ударился о дерево, благодаря чему ей удалось побежать к соседнему трейлеру с семьей туристов и обратиться к ним за помощью. Они спрятали женщину, а затем довезли до города. Нападавший на нее мужчина сразу скрылся с места происшествия. Ребекка два года не сообщала о нападении, боясь, что полиция ей не поверит и арестует за проституцию. Ее показания не привели к задержанию убийцы, но они помогли правоохранительным органам составить более подробное дело на самого плодовитого серийного убийцу в США. Гарри Риджуэй охотился за женщинами легкого поведения, потому что знал, что полиции будет намного сложнее искать жертв, которые часто меняют документы и место жительства. Риджуэй подобрал у дороги и убил, по крайней мере, еще 15 женщин в том же районе вдоль шоссе, где он напал на гарды. И ее описание, по крайней мере, дало им зацепки, чтобы двигаться дальше. В 2001 году Риджуэй был, наконец, задержан. Его признали виновным в убийстве еще четырех женщин и, благодаря проведенным тестам ДНК, приговорили к пожизненному заключению. Ребекка Гарде остается единственной известной жертвой, пережившей его нападение. Если вы хотите узнать больше об этих маньяках и других их жертвах, напишите об этом в закрепленном комментарии. В следующих роликах я расскажу о каждом из них более подробно. Ставьте палец вверх, если вам понравилось это видео и обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые истории.